Всем здравствуйте, я лучший Николай, приехал в Грозный тренироваться. Да посерьезней. Да подожди, сейчас у меня какая-то волна, знаешь, нашла такая смешная, поэтому с мыслями сейчас соберусь. Мы это, скажем так, пережили с большим трудом, честно сказать, потому что речь шла о парне, о хорошем парне, о мужике, о настоящем мужике. Два-три дня вообще не смог тренироваться, думал о Коле. Словами, словами не передать, да. Словами не могу я тебе передать сейчас. То, что я чувствовал. Сложно узнать о его потере там, если бы все могло бы вернуть. Мы бы даже остановили его, чтобы он не уехал в Томск. Я вообще в шоке был, я даже машину оставил, я вообще не поверил. Как будто он сейчас, короче, сюда прилетит и, короче, я с ним буду разговаривать, вот такие ощущения. Человек, который ни на что никогда не жаловался. Хочу сказать, что у него, наверное, как ни у кого желание здесь, по крайней мере. Я не знаю здесь таких. Сам себя иногда осуждаю. Почему я его отпустил? Зачем мне? Ну, как-то надо было каким-то образом. Он же отпросился у меня, как у старшего, да. Объяснил, что ему нужно ехать. Ну, не знаю, ну, я должен был прочувствовать этот момент, чтобы он не уехал. Но теперь говорить об этом бессмысленно. Что произошло, то произошло. Очень жаль. Вот первый день, когда он зашел, этот человек сразу, в душе приятный, такой, как будто свой человек. Думаю, вот это весь ответ. То есть он просто как свой, сесть в Айнахе. Ну, вот он хоть русский, но он нашинский был. Я, конечно же, помню его за все время. Это было удовольствие узнать Николая. Победу одерживает спортсмен из России Николай Ушин. После одного из боев я написал в Инстаграме, выложил Колину фотографию и написал, что я не знаю, как далеко он пойдет, но его все запомнят. Давай. Я туда уйду, давай. Мы жили в деревне, потом приехали в город. В городе он сам нашел эту секцию. Да, он потом пришел и сказал, что я хожу в карате. На первой же тренировке ему нос тогда разбили. Ну, конечно, шок был. И проиграл. И проиграл, конечно. Ну, еще через это все проходит. Слезы были. Но мы его все равно поддержали в самый первый раз как раз. Как могли, как говорится, успокаивали. Он такой был боевой у нас. Вот ему что-то надо было. Он даже маленький такой был. Прям подвижный парнишка. Вот ему надо было. Он еще даже разговаривать не умел. Про карате уже говорил. Что вот я карате покажу. Я как-то не отговаривала все равно у него. Он задался целью, что видом этим спортом заниматься. И я не знаю, я только его поддерживала. Верила в него, потому что он с малолетства всегда стремился. И говорил с братом, он с Мишей, они все, карате покажу урою. Карате покажу урою. Даже маленький. Он был еще в школе не учился. Он постоянно ходил, вот так вот говорил. Ну, в школе там, как со старшего класса, с пацаном повздорили. Ну, я пришел в слезах. Брат спросил, кто. Ну, я сказал. Ну, я не видел, но потом парень пришел и занялся. Он все хотел приз выиграть. Самый маленький, вот это вот. Самый первый его. Это самый первый приз Илоны. Вот. И он до слез хотел, как говорится, выиграть. Моя мама живая, когда вот она умерла у нас, это как бабушка, она жила с нами. И вот он постоянно как приедет соревнований и привозил. Она говорит, да когда ты эти самовары перестанешь привозить? Лучше бы мне путевку в санаторий привез. Занимался, как все ребята, три раза в неделю. Потом потихонечку стал проявлять себя на соревнованиях, заинтересовался. То есть хотел улучшить себе больше результат, поднять планку. Ну и, соответственно, углубился в тренировочный процесс более глубже. И потихонечку, потихонечку начал раскачиваться до профессионального уровня. Вот. То есть он участвовал в неукратный серебряный призер чемпионата России. То есть это достаточно высокий результат. У нас очень тяжело пробиться в финалисты. Вот. И в Томске, если взять Томск, то это за всю историю Киоксенко это лучший результат. По итогам, по сегодняшний день, то есть чтобы среди мужчин занял кто-то второе место, у нас никогда не было такого. Я Лучший Николай Александрович. В 17 лет занимался каратэ Кипо-Синкай. В недавнем времени приехал в Чеченскую Республику. Попал в бойцовский клуб. Здесь очень сильные физические нагрузки и индивидуальный подход каждому спортсмену. Поэтому предпочитаю остаться в клубе «Бергут». Вообще это интересный случай, когда человек из Сибири едет на Северный Кавказ. То есть это не совсем стандартная ситуация, потому что спонтанно такие решения не принимаются. В Грозном его никто не ждал. В Грозном его не приняли с распростертыми объятиями. В первом, втором клубе, куда он пошел, ему отказали, его не захотели принимать у себя. И затем он попал в «Беркут». В «Беркуте», насколько я знаю, Брагим его принял сразу. Так же, как и остальные ребята. И судя по тому, что они рассказывали, как они отзывались о нем еще тогда, в самом начале, у них сразу сложились взаимоотношения. Спасибо еще раз, еще раз. Спортивному клубу «Беркут», бойцовскому клубу «Беркут». Как многие говорят, что кто-то там договорился. И про меня здесь говорят, что якобы я договорился с кем-то там в «Беркуте». Хочу сказать, это неправда. Никто ни с кем не договаривался. Я ни с кем не договаривался. Он просто пришел там, туда, на тренировку. Ему сказали, что там есть тикбоксинг. Он пришел туда. И благодаря тому, что там порядочные люди, которые относятся к спорту, как к спорту в первую очередь, а не к коммерции, позволили ему заниматься. Абсолютно никто не договорился. Только Коля и те люди, кто в этом клубе есть, и все. Я могу его сравнить, скажем так, с ребятами не с Кавказа, с которыми я контактировал, настолько коммуникабельным и спокойным в общении, непринужденным. Я редко встречал ребят. Реально. Он как-то вписался. Его все ребята зауважали. Его поведение. Могу сказать откровенно, нормальный, настоящий чеченец, он сразу замечает в парне, в любом парне, его внутренний мир. Он чувствует его. В лицо этого человека, когда первый раз я даже его увидел, не знаю почему, это, наверное, свыше Господом дано. Этот человек мне понравился. И когда с ним разговорились, поговорили, что к чему, как, я от души говорю, что он не стал так близок к человеку. Сразу понял, что найдем общий язык, и, может, чего-то добьемся. Кирокушиновской базой. Просто человеку поставят руки. Это идеальная машина кикбоксинга. Волевой, очень дисциплинированный спортсмен. И спортсмен с таким, в моем представлении, это такой настоящий русский характер, который стоял на смерти в войнах против фашистов или против кого-то еще. Как спортсмен могу про него рассказать, что он хороший боец, крепкий такой. Я это знаю, потому что я с ним спарринговался. Я принимал его удары на себя, и, поверьте, это было неприятно. Давай, какую-нибудь вертушечку. Сегодня мы с Хозе Хавейнчинатейл. Охомасара доулат дворцун. Охзал, чак, гостиницу, что ажа ворота, дыхание. Охзал, чак, дик контор, и молодец, ур, айл, 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 айл. Дикинагид Дэльцингер, бедал, айл, айл. Коули, чо дик на уастор, любои хумантия, падершки, аш, ударши, карате, аймна, ол, ши, мастер, ол, чо дик подгатови, туворцог, дуворцог, мастер, мантия, чо венчейна пиерви хак, беркути венчейн, чо дик гайтерцвоши, Аш, дик на уастор, да, стиль. Но, как видите, Коля сошелся со всеми. Как я уже повторюсь еще раз говорил, Коля Нашинским оказался. Беспокоились, конечно, сильно. Мы спрашивали, как, что. Нас сам быт беспокоил. Приняли его там. Потом видео прислали. Да, потом. Даже, как говорится, никаких таких не было. Жил он как член семьи там. Ему тут сильно, как говорится, помогли. Мы много о чем разговариваем. Короче, о кайфе, короче. Про него, про него девушки там. Короче, основном мы про себя, короче, там. Говорит, что там холодно, жарко там, короче. У всех домашних медведей есть? Да, да, да. С trees! Так что, все. Если мы же говорим о том, что мы не можем... ...а тем, что мы должны помнить, если мы не можем... ...emptить землю. При этом мы вместе мы должны... ...помышать тем, что мы должны... ...соседать, сделать, с помощью этого того... ...звести. Мы должны быть... Здравствуйте. Ты slipping, если мы не всегда делали. Я не знаю, что мы стараемся. Это наш ресторан, наша кухня. Все время под него то, что он заказывает. Все время для него были бы льготы. Ему очень понравилось. Один блюдо, суп. Чечевочный суп. Ему очень понравилось. Всегда кушать такое. Даже когда я приготовил это блюдо в кухне, сразу вспомнил про него. Я обычно это замечаю, как человек кушает. Некоторые кушают как-то безалабенно. Умение кушать, правильно кушать. Но все четко. Сейчас сравнивать с аристократом это будет неправильно. Обязательно найдутся люди, кто это перевернут. Что-то аристократическое в нем было. Чувствовалось. Что-то такое. Спокойствие. Коля. Коля. Мой нэмис Коля. Всем привет. Кто там? Швеция, не Швеция, Россия. Из России, из Грозного вам привет с республики. Давайте, ребята, тренируйтесь. У него еще друг здесь был. Джонатан его звали. И Коля не очень хорошо знал английский язык. И тот только, не тот не знал русского языка. И они всегда объяснялись жестами. И просто было интересно наблюдать за ними. Я имею в виду много хороших воспоминаний с ним. Мы были тренированы всю неделю. И так же, как мы начали тренировать день от тренировки, мы всегда ждали что-то делать. Поэтому мы были идти к другим местам. Он профессиональный. Да, он профессиональный. Он профессиональный. Он профессиональный. Один раз у нас был идти к козину Мам. Мам, пап, привет. Мы с Джонатаном поехали. Вчера в горы. Здесь, в республике. Приехали на казино Мам. Мы там были уже час назад едем. Подфотографировались, сфотались. Я путешествовал два дня там, я был выходом в моряне. Готово! 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 Я люблю природу. Это был хороший момент. Также потому, что у нас трудно общаться. Всем привет! Я люблю природу. Ну, киверунтарий, варьян и теченьян. У парня плохо с английского. Майя, дно, в английском. Маргусский хорошо. Русский, Швеция. Это было много интересных моментов, когда мы не понимали, что друг друга говорили. Джонатан, мой друг, как всегда. Привет! Привет! Мы поговорили с мамой и папой. Видео с мамой и папой. Привет! Это очень приятно, что мы здесь в береге. Это очень приятно. Мы как-то обновлены нашим языком. Это было как раздражение между русским, английским, сведским и немецким. Мы научились понять, что мы один из другого. И он по-чеченски разговаривал, и Джонатан поразговаривал по-чеченски. Здоровались на нашем языке. Он очень интересовался нашей культурой. Ну, некоторые слова я говорил по-чеченски, а Коля же не понимал. Но потом уже начал понимать наши слова. Ислам почти его научил по-чеченски разговаривать. И он смотрит, улыбается. Я, короче, знаю, что ты говоришь. Я понимаю тебя. Ну, так вот смеялись. Я чувствую себя очень спокойно, потому что это не такое. Как там погода в Москве? Давай. В Москве сколько нужно купить? Что с него, привет? Челки мои даже вышли с Улей. Серьезно? Интересны были взаимоотношения Ибрагима и Коли. С одной стороны, естественно, они оба киокошиновцы, а киокошин – это дисциплина, это взаимоотношение учитель-ученик, подчеркнутое уважение к учителю. С другой стороны, разница в возрасте. Но при этом они были как два родных брата, как старший и младший брат. Я больше так и... С первых дней его усердия, его, как сказать, стремление чего-то добиться своей цели. Это было мне ближе, и мы стали усердно тренироваться. И через месяца, полтора, что ли, два, нам пришло предложение от Сослабека выступить на Тайна. Да, рация. Сослабель. Я думаю, сейчас встать в стойку, сейчас сделаю несколько фотографий. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будем участвовать в первый раз. Сохранять спокойствие, быть максимально расслабленным, в то же время быть собранным. Очень благодарен был за поддержку зрителям. Постараемся показать очень хороший бой. Всем заранее спасибо за поддержку. Частица счастья в нас сами, ее другу-другу подарить. Мы можем... Очень интересный выбор композиций Николая Ушина, при всем при том, что он представляет город Томск, но при этом клуб «Беркут». Теперь все становится на свои места. Это клуб «Беркут», это чеченский клуб, поэтому все понятно. Мастер спорта по текушин каратэ, чемпион России по каратэ, серебряный призер чемпионата России по кикбоксингу и серебряный призер чемпионата Евразии. Волновались, конечно, сильно. Он дебютант, а там, как говорится, уже профессионалы. Уже несколько профессиональных боев, то есть опытные. А он первый раз только перешел на такой уровень. В душе я чувствовал, что мы сможем... Может, я думал, но вот сердце чутье было такое, что нам повезет, и мы сможем взять этот поезд. В этом человеке его характере, его дух боевой меня зажигал, и сам меня учил много чему, с ним работая. Что они встретились, что они поняли друг друга, что один поверил в другого, что они стали доверять друг другу, и что они вместе решили пойти и покорить Эверест. И они пошли, и то, что они пришли не просто поучаствовать, а то, что они пришли, чтобы победить, это стало ясно сразу. По дисциплине, по тому, как они питаются, по тому, как они соблюдают режим, по тому, как они слушают друг друга. Живот, сильная рука, живот. Обмани, обмани. Вообще интересно было наблюдать его трансформацию как бойца. То есть за вот эти четыре боя, за эти несколько месяцев, с первого боя, когда, помню, после первого раунда, так получилось, что Ибрагим был на чемпионате, и его не было, был я и друга Николая. И после первого раунда я ему что-то говорю в углу, а потом я вижу, что у него все лицо серое, крупные капли пота. Обычно такое бывает при экстремальной сгонке веса, когда обезваживается организм, там падение давления, или же это, может быть, сердечные проблемы. Ну и третья вариант, возможно, который, я думаю, как раз-таки в этом случае, то, что и было, это нервы. То есть первый раз выходить на ринг, даже несмотря на то, что он опытный, естественно, боец, но выходить на большой ринг, когда вокруг тебя камеры, журналисты, публика, музыка, свет, все это, конечно, психологически сильно давит, и даже опытным спортсменам не очень легко с этим бывает справляться поначалу. А для него, который первый раз попал в такую обстановку, это, естественно, был большой стресс и психологическая нагрузка, плюс еще без своего тренера. Это отбитое бедро, которое послужило причиной отказа. Уж больно хороши были вулкики от Николая Лушина. Молодец, Николай. Первый раз дебют, как маленько так рассеянно чувствовал, ну, старался собраться. С нами Бог, сядь вперед, тренируйтесь, спортом занимайтесь, всем спасибо за поддержку, большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры DimaTorzok субтитры DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Требует движения от Константина Хузина, абсолютно согласен с тренерским штагом. Попал Константин сейчас, зацепил соперника, пытается доработать. Близок к нокдауну Константин Хузин, точнее, к тому, чтобы соперника в него отправить. Вот так. Ну, молодец, Николай Лушин, все выдержал. Одна из таких ярких черт характера, да, у которых не у многих это присутствует, я так уже со стороны много лет наблюдаю, он мог очень четко настроиться на поединок. Вот. То есть шел до конца, сколько было сил, вот столько мог отдавать бой. Здесь не буду давать какие-то прогнозы, оставлю все судим. Победу одержал Николай Лушин, Россия! Итак, Николай Лушин все-таки одерживает победу и выходит в полуфинал. Отдельное спасибо. Отдельное спасибо. Отдельное спасибо. Управо, что мы не можем сейчас на наших шагах, у нас время, которое... У нас хорошо поймал. Без суеты, когда начал, все нормально было. А когда все не пошло, как ты хотел, и команда не слушаешь. Я, в общем, ничего страшного. А кому бычку включал, кому бычка нужна? А? Бычку, говоришь, включал, самому не знаю. Да, это мяч, ты просто ловил, просто он меня накаляться, начинает, думаю, на броне, думаю, прорубить его охотой. Тебя прорубил бы, тебе чуть-чуть прорубил бы, на твою броню, на твою броню. Победа, только, то еще не победа, только полуфинал. Но соперник очень хороший, техничный, опытный, как вы сами слышали, титулованный. Поэтому здесь на 4 раунда настраивался. естественно, у него опыта побольше в ринге, чем у меня. То есть, сами все видели, то есть, что больше пропускал. Ну, так сложилось. В один из этапов от нефти за сутки до боя скинул 9 килограмм. Висогонка – это самый трудный процесс. Люди видят только один бой на ринге. А вот до ринга, то, что творится в спотзале, после этого весогонка, все это психологически очень давит. Человек становится нервозным. Когда у человека все хорошо в жизни, тогда все бывают хорошими. Все улыбаются, все довольны, все другу рады. Ну, характер человека проявляется в эксимальных ситуациях. Вот эти нюансы я с Колей старался соблюдать и чувствовал эти моменты. Когда Коля психует, там матерится, там рвет и мечет. Была интересная реакция Ибрагима, когда он краснеет, бледнеет, злится. Я вижу, что он тоже сам на грани того, чтобы сорваться и начать на него в ответ кричать. Но все равно он терпит, понимая, что сейчас переживает Коля. 9 килограммов лишних приехал. Завтра мы боксируем, сегодня 9 килограммов лишних. И мы начинаем с утра гонять этот вес. То есть, я помню, когда у него был на взвешивании перевес, какие-то, я не помню, 400 грамм или сколько-то, и Александр Дмитриенко сказал, что нет, он должен делать вес, и мы отказываемся принять его перевес. И тогда стало ясно, что ему надо гонять эти последние граммы. Он вес гоняет, уже не может. кричит, вода льется по комнате. Думаю, сейчас зайду, скажу, прекрати это. Но, когда открыл дверь, я сразу понял, я говорю, Коля, делай, что хочешь, давай, кричи, ори, хоть плачь, главный нам результат. Но гонять было уже нечего, потому что всю воду выгнали, жира нету, хоть ногу отпиливай, но сделай этот вес. Он мне говорит, Ибрагим, не волнуйся, мы сделаем это. Видела бы меня моя бабушка, что я сейчас здесь творю. Вот его слова были. Спрашиваю Ибрагима, я говорю, может, он вообще сорвался и пошел там куда-нибудь в ресторан кушать. Он говорит, Коля не мог такое сделать, Коля не срывется. Склянусь, это вообще ужас было. И этот Колян, вот, сила воли до такой степени у человека была, вот тот момент, я его видел, он умирал. И мы ему говорим, что давай, выходи, пошли, это по-другому будем это делать. Он у нас вообще даже внимания не обращает. Просто вот уперся и вот он сидит. И вот в этом он был весь такой. То есть он мог упереться и идти, и все. Вот ты меня мотивируешь, и с тобой мне свободно, спокойно я себя чувствую. Спасибо тебе, он мне сказал, тот день, когда все получилось. Вы так похудели? Да, немножечко подскинули, чуть-чуть. Готовились. Да, да, да. Верника. Можно сказать, что это спортсмен за все медали. Чистый, верный. Хорошо. Вернушина. Вертушечка от Николая Лушина, естественно, как от представителя каратэ, обязательно. Так, оу, а по-моему, это нокдаун. Да, абсолютно точно. Александр Дмитренко сейчас ставит себя в крайне тяжелое положение. После нокдауна, то есть, моя задача уже была просто протянуть, продвигаться, как можно сделать, вытащить эту победу. Тем более, зацепили за нее, и сейчас уже вырывать. То есть, просто осталось дотянуть, как бы, последние силы отдать. Требует движения. От Николая все. Николай Лушин в финале. Но отдадим должное. Александр Дмитренко, он бился до последнего, он пытался что-то изменить, пытался выполнить нокдаун. Но нет, не сегодня. Эмоционально тоже. Соперник очень серьезный, поэтому сам мы из основных, основного фарина в эту минуту. Просто как случилось, как бы, сам того не ожидал, просто сделал комбинацию, прошла на наше счастье. Но тем не менее, это для меня, в первую очередь, большой опыт провести бой с таким бойцом такого класса. Поэтому для меня это большая часть. Спортсмены из России Николай Лушин. Да, поздравляем Николая с этим успехом. Он будет боксировать в финале. Всем привет! ЖК выздоравливает позиция. Поправляйся! Всем спасибо большое, кто болел. Два рамта! Это чемпион! Ну, будет интересный финал. Это я больше, чем уверен. Поэтому, как бы, у представителя школы Кикушенко победит сильнейший. «Активно, ногами, руками». Чувствую хорошо, в форме, отлично. Готов, мастерство. Чиконин в черно-серое. Очень активно начали спортсмены этот уединок, сразу же обменялись несколькими увесистыми ударами. Скорее всего, конечно, Николай будет держать своего соперника на дистанции. Дистанцию! Держи руку! Колен передней рукой, дистанцию поставь. Дистанцию! Держи руку! Держи руку! Вот уже подсек. Вот этот удар прочувствовал Николай, потому что так было больно. Видно, как не сразу у него нога пришла в себя. Держи руку! Держи руку! Первый раунд у нас у друзей был напряг, и после второго раунда мы точно знали, что Коля станет чемпионом Татнис. Николай такое ощущение, что справился с тем самым пристартовым волнением, с какой-то определенной зажатостью. Подстроился под своего соперника и уже ищет какие-то ключи, варианты для того, чтобы его наказать. Но вот сейчас хорошо обменялись соперники оба внутренними лоу-киками, но лоу-кик Андрея Чихонина оказался более увесистым. После второго раунда и где-то в середине третьего раунда он стал раскрываться, стал расслабиться, стал по-другому двигаться. Стал какой-то психологический такой перелом был явно виден. Чихонин, я думаю, он тоже был маленько, ну, не настроен на бой-то на самом деле. То есть он расслабился, думал сделать, как он всех претендентов делал в первых раундах. То есть техническое его развитие, от боя к бою, как он рост становился лучше, справлялся с все более и более сильными противниками. И психологический его рост, когда от вот этого невероятного стресса и нервов, и от всего этого, когда он приходит к тому, что в последнем бою он раскрывается, расслабляется и становится просто уверенным, матерым волком, который идет вперед. То есть этот рост был явен, виден и очень интересен. У Коляна еще запас функциональный, достаточно высокий после тех, думаю, на слойке лет все равно. То есть функция постоянно поддерживается. Вот. И поэтому вот на функции, на вот этом агрессивном, постоянно не давать дышать, постоянно прессинговать, вот такой пушистический бой. Чихонин и проиграл, потому что он два раунда продержался, а потом уже он просто устал. Победу в этом поединке одержал боец из России Николай Лушин! И решением судей Николай Лушин становится первым чемпионом Кубка «Танкнефть» 2016 года. Поздравляем его! Как спортсмен я сам не смог состояться в связи с этими воинами, со всеми этими случаями. Возможности у нас не было двигаться дальше. И так как я сам не состоялся, вот в тот момент я думал, я стою на его месте. Это для меня просто словам не передать. Это выиграл Коля, но я себя до такой степени гордо чувствовал на этом ринге, с ними вместе. Ощущения эти, я даже не могу понять, что происходит. Эмоции переполняю, честно, но все равно всем спасибо. Казань, привет всем. Всем, кто поддерживал, кто переживал, всем огромное спасибо. Вверх вот чемпион. Затем в ситуациях, когда после боя, когда Коля прыгал на него, обнимал его в раздевалке, кричал, мы сделали это. На самом деле их взаимоотношения со стороны были очень красивые, которые не часто встретишь между учителем и учеником. Действительно, это была одна целая, одна команда. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое. Я понял, какое ощущение у чемпиона, когда он становится на пьедестал на первое место. Примерно вот такие ощущения у меня были. Когда я сделал этот кубок Тайна, Коля держал пояс, и мы вместе там стояли. Гордость была. Вообще не ожидал, что дойдут до финала, когда пригласили на турнир. Но мыслей даже не было там о поясе или еще о чем-то. Просто приехать, подраться как можно лучше. Ну, как получилось, что, оказывается, забрали бой с трудом, но удалось так же. Но это не получилось бы бесконечно, без поддержки, без близких. И материально, и морально. Вот так же тренера свой вклад. Но мне только осталось выйти и сделать. Человек на деле доказал первый год в кикбокс. Придя в кикбокс, и на таком уровне, на чемпионате мира по правилам Тайна, завоевать пояс – это много чего стоит. Коля знал, почему сюда приехал, зачем приехал сюда, и его нужно было вытаскивать из спортзала. И то, как они шли к этой цели, и то, как они шли к этой вершине, как на Эверест, стиснув зубы вместе в одной команде, это, конечно, было очень красиво, и, может быть, это было самое красивое, что я видел за все эти годы в кикбоксинге. Как бы следующий сезон планировал в ACB, в Лиге, там принимать уже участие. Но, к сожалению, мы не успели. Коля Николай Арушин раньше ушел из жизни, хотя у нас цели были высокие. Были предложения из Глори, самого высокого города, промоушен. В ACB. Ну вот, и Коля отдал всю жизнь, скажем так, последние дни своей. Кикбоксингу. Ну и бойцовскому клубу. Это случай, давайте будем говорить откровенно, прекрасен, великолепен для сегодняшней России, чтобы все увидели, что нету на самом деле там чеченца, русского, мусульмана, христианина. Есть порядочные люди, есть друзья, есть дружба, есть какие-то ценности, есть какие-то цели, которые можно добиваться вместе. Если в России в ближайшем будущем, скажем так, появятся тысячи и тысячи таких парней, я уверяю, у России великое будущее. Это без сомнения. Частица счастья в нас самих, Ее другу-другу подарить. Мы можем искренне дружить, Делами это подтвердим. Ведь дружисть не одна, Друзья на то, они друзья, Делить их годы пополам, И радость общей, что была, Мужская дружба, как скала, Сильна, прочно, навек она. Мужская дружба, как скала, Сильна, прочно, навек она. Вот ты, вот он, вот все друзья, Вместе, как одна семья. Верны друг к другу до конца, Мужчины в жизни и в делах. Ведь дружисть не одна, Друзья на то, они друзья, Делить их годы пополам, И радость общей, что была, Мужская дружба, как скала, Сильна, прочно, навек она. Мужская дружба, как скала, Сильна, прочно, навек она. Сильна, прочно, навек она. Хороший друг, бесценный дар И это счастье навсегда Ведь дружба истина одна Друзья на то, они друзья Нелетним годы пополам И радость общей, чтоб была Мужская дружба, как скала Сильна, плачна, навек она Ведь дружба истина одна Друзья на то, они друзья Нелетним годы пополам И радость общей, чтоб была Мужская дружба, как скала Сильна, плачна, навек она Мужская дружба, как скала Сильна, плачна, навек она